День здоровья отмечаем сегодня на радио Балтик Плюс на 105,2. Меня зовут Владимир Кайрис. Актуализируем этот день сегодня визитом главы управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елены Бавуры. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Добрый день. Поговорим сегодня на две темы. Это COVID-19 и клещевой энцефалит, опасность укусов клещей. Давайте со второй и начнем. Вот сейчас та самая пора, когда это актуально. Насколько вероятно, что клещ укусит, если мы пойдем в лес? Какие меры предосторожности нужно все-таки принимать в первую очередь? Безусловно, мы, начиная с февраля месяца, ежегодно говорим о том, что клещи проснулись, и актуальность этой проблемы, она действительно очень большая. Потому что клещи – это переносчики очень многих инфекционных заболеваний, но наиболее часто в Калининградской области мы встречаемся с двумя. Это клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Клещи в весенний, летний, осенний период очень активны. В Калининградской области это две волны активности. Это волна активности, начиная с марта по апрель месяца, тогда клещи у нас наиболее агрессивные и активные, они ищут своих жертв. И действительно в этот период начинают обращаться за медицинской помощью первые жертвы, которые пострадали от присасывания клеща. И вторая активность летом как-то это немножко успокаивается, потому что для лета характерны высокие температуры воздуха, и в этот период клещи не так активны. И уже с наступлением немножко холодов, то есть уже в осенний период, первый осенний месяц, это вторая волна активности клещевого, всех клещей, которые живут в Калининградской области, и их прокормителей, которых тоже очень много. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что и сейчас клещи не наиболее опасны, а наиболее агрессивны. Наиболее агрессивны, да, и они ищут своих жертв, чтобы к ним присосаться. Ну и в данном случае мы должны понимать, что 1% клещей заражены в Калининградской области вирусом клещевого энцефалита. Это среднем многолетние данные эпизотологического мониторинга. И каждый 18-й, а даже иногда 20-й клещ из 100 заражен боррелиями, которые являются возбудителями достаточно тяжелого хронического заболевания клещевой боррелиоз. Ну, в принципе, обывателям ничего не говорят эти цифры, а как вы оцениваете их как профессионал? Ну, для клещевого энцефалита это достаточно низкая зараженность, но здесь нужно думать о том, что зарождившись клещевым энцефалитом, можно получить тяжелую форму, и переболев клещевым энцефалитом, можно остаться инвалидом на всю жизнь. То есть мы должны всегда помнить, что клещевой энцефалит – очень тяжелое инфекционное заболевание. А зараженность боррелями – это одна из самых высоких на территории северо-западного федерального округа и достаточно одна из высоких, если сравнивать российские показатели. А что такое тяжелая форма клещевого энцефалита? Как можно до нее дойти? Это энцефалитическая форма, тогда, когда поражаются ткани головного мозга, и развиваются различные порезы и параличи. Заболеть. Но такая форма характерна в основном для клещей, которые обитают в Сибири. Вот там наиболее часто развивается энцефалитическая форма. У нас, как правило, развивается лихорадочная форма, то есть человек обращается за медицинской помощью с высокой температурой и с сильными головными болями. То есть это первые два симптома, которые возникают спустя где-то 4-7 дней от момента присасывания клещей, если клещ был заражен вирусом клещевого энцефалита. Так уже можно и забыть, собственно говоря, что в твоей жизни был этот маленький клещ. Нет, ну за 7 дней вы не забудете. А вот то, что касается вируса, а то, что касается боррели, то проявление боррелиоза может быть спустя не только месяцы, но и годы. И тогда человек, посещая большое количество диагностов, обращается к ним с различными симптомами, потому что хронический боррелиоз, он может просекать под маркой очень многочисленных заболеваний. Что это, к примеру? Это, например, тяжелые поражения суставов, это поражение легочной ткани, это поражение других органов. В основном это поражение суставов, когда человек очень долго и длительно страдает от такой боли, он обращается к различным врачам, но врач правильный диагноз ему поставить не может, а следовательно правильно назначить лечение. И только тот диагноз, который думающий диагноз, вспоминает о том, что Калининградская область является вот такой эндемичной территорией для данного заболевания, и направляет больного для обследования на клещевой боррелиоз. И тогда, к удивлению, и человек вспоминает о том, что да, когда-то у него были присасывания клещей, но клеща он не приносил на исследование, он не знает, он не получал никакого профилактического лечения, и вот теперь столкнулся с таким хроническим заболеванием, которого, в принципе, излечить очень трудно. То есть вы советуете после снятия клеща обязательно его отдавать на специальные исследования? Да, это, во-первых, вам самим нужно для того, чтобы убрать вот такое чувство страха, а во-вторых, нужно понимать, что вы можете получить профилактическое лечение, либо клещевой гаммоглобулин, либо антибиотикотерапию, которая позволит вас предупредить, то есть снизит риски развития вот того заболевания, с которым может столкнуться любой, на которого напал клещ. Ну и главный вопрос, куда нести этого клеща? Во-первых, очень трудно снять клеща, потому что клещ имеет такое цементирующее вещество, которое очень серьезно прикрепляется в ту ранку, которая образуется после присасывания. Самостоятельно удалить, как правило, не удается, поэтому в медицинское учреждение, в травмофункт, если вы снимаете клеща, вам дают направление на его исследование, и как раз-таки вы проходите исследование на два инфекционных заболевания, и тогда для вас это бесплатно. И самим можно сдать этого клеща в лабораторию из системы Роспотребнадзора, это лаборатория ФБУ, Центр геноэпидемиологии в Калининградской области, которая расположена на космической 27. И в течение уже нескольких, в течение суток, вам обязательно сообщают, если вирус заражен либо поррелями, либо клещевым инспортом. И тогда какое-то лечение, какая-то последовательность? Да, и тогда нужно обязательно обращаться за медицинской помощью уже к врачу, и за этим должно последовать лечение. Роспотребнадзор может сегодня ответить на вопрос, вот какая активность клещей ждет нас в этом году? Их будет больше, их будет меньше? Нет, здесь мы говорим о непревышении среднемноголетнего количества по клещам, но период, в который клещи активны, он у нас растянутый. То есть это практически с февраля, с конца февраля до глубокой осени, практически до первых дней зимы. Вот такой период активности. То есть в эти месяцы нужно всегда помнить, что на природе, и не только на природе, потому что клещи нападают и на теплокровных животных, на собак, на кошек, вы можете столкнуться с клещами даже у себя дома, а тем более на приусадебном участке, и тем более, когда вы посещаете просто природу, когда вы выезжаете на пикники и так далее. У нас в гостях сегодня глава Калининградского Роспотребнадзора Елена Бабура. Елена Анатольевна, мы с вами сейчас говорим о том, как рисково заболеть, но мы уже из практики последних двух с половиной лет узнали, что лучше это заболевание предотвратить, качественное предотвратить, чем потом проходить лечение. Существуют прививки от укусов клещей? Нет, существуют прививки не от укусов клещей, защититься от укуса клеща можно только с помощью либо общественной профилактики, это проведя корицидную обработку территории, где снизить численность клещей и прокормителей, или личное, это самые взаимосмотры, это использование репеллентов и так далее. Но привиться мы можем защититься, специфическая защита у нас предусмотрена только от клещевого энцефалита. Только от клещевого энцефалита используется вакцина российского производства, она используется по схеме, то есть начать в принципе вакцинацию лучше было бы осенью, когда мы об этом говорим, но использовать и экстренную схему вакцинации, когда весной вы прививаетесь двукратно. В первой части нашего интервью мы говорили о клещевом энцефалите, сейчас поговорим о ковиде. Елена Анатольевна, пожалуйста, попробуйте охарактеризовать ситуацию с ковид-19 сегодня в Калининградской области. Какова она? Эта тема остается актуальной. Мы на протяжении уже пяти недель, начиная с седьмой календарной недели, видим тренд на снижение числа заболевших, за это время количество ежедневно регистрируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекции у нас снизилось в семь с половиной раз, то есть за пять недель в семь с половиной раз. Наибольшее снижение мы отмечали на десятой календарной неделе, когда снижение было 42%, а в последующем темп снижения замедлился, и по итогам 13-й календарной недели снижение составило 20%. Наиболее интенсивно снизилось заболевание среди детей. И вот за это время, за пять календарных дней, мы видим снижение заболеваемости детей в 36 раз, в то время как снижение заболеваемости коронавирусной инфекции среди взрослых сократилось только в 6 раз. То есть мы вернулись к тому, что преимущественно коронавирусной инфекцией болеют взрослое население, а показатели заболеваемости в возрастных группах 50-64 года и старше 65 лет остаются наиболее высокими, эти показатели заболеваемости. В то же время показатели заболеваемости коронавирусной инфекции в Калининградской области, недельный показатель заболеваемости, он выше среднероссийского уровня в два раза. По итогам 13-й календарной недели 186 на 100 тысяч населения в Калининградской области и 87,4 в Российской Федерации. А если мы с вами сравним, а мы уже можем посмотреть такую ситуацию за 2021 год, то заболеваемость за 13-ю календарную неделю в 2021 году составляла 32,6 на 100 тысяч населения. То есть мы сегодня видим, что она превышает тот уровень, который был в 2021 году за эту же неделю, в 6 раз. Вы со мной согласитесь, что люди расслабились? И оцените, пожалуйста, соблюдение мер и правил безопасности. Вы знаете, я хочу сказать, что я немножко не соглашусь с вами, потому что очень многие люди, которые понимают значимость коронавирусной инфекции, ту угрозу, которую она, у нас, которая есть, с ней связаны все угрозы. Те люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, те люди, у которых болели тяжелородственники, и те люди, у которых родственники умерли от коронавирусной инфекции, и по-прежнему очень четко соблюдают рекомендованные Роспотребнадзором меры. Я каждый день езжу на работу, у меня проезжают автобусы, общественный транспорт, и я с радостью вижу о том, что наши люди все-таки носят маски в общественном транспорте, и это очень важно. И важно, что дисциплинированно одевают маски перед входом, например, в торговые учреждения. Это очень важно и по-прежнему остается важным. Роспотребнадзор практически, с учетом того, что циркулирует у микронштамм, и он имеет свои эпидемиологические свойства, это доминирующий штамм, который сейчас циркулирует, практически отменил уже многие ограничения, сделал нашу жизнь более такой свободной в этом плане, но ношение масок, проведение дезинфекционных мероприятий. И все-таки надо подумать о том, что стоит ли вам идти в толпу, если такой необходимости нет. Вот об этом нужно все равно помнить, потому что заразиться коронавирусной инфекцией можно и второй раз, можно и третий раз. И если в первый раз ваша иммунная система не справилась с этой ситуацией, то не факт, что она справится во второй или в третий раз. И нужно всегда помнить, что лучшая защита от коронавирусной инфекции это разумное поведение и вакцинация. Поэтому мы видим, к сожалению, что количество летальных исходов не уменьшается в таком большом количестве, и ежедневно мы практически хороним людей от коронавирусной инфекции. И если вы меня сейчас спросите, что это за люди, это люди практически все старше 65 лет, хотя есть и гораздо моложе, но это люди в основном не привиты от коронавирусной инфекции, то есть не просто не вакцинированы, при наличии тяжелых соматических заболеваний. И ни одной прививки. Таких, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. То есть это сопутствующие заболевания у людей, которые не перенесли коронавирусную инфекцию, и течение заболевания у них было крайне тяжелым, и врачи в данном случае не смогли справиться с этой инфекцией. То есть каждый день от коронавирусной инфекции у нас по-прежнему умирают калининградцы. Вот один яркий пример. Мы, собственно, про это читали новости буквально накануне. Советы по ревакцинации. Нужно ли делать еще одну прививку, у кого подходит к этому срок сегодня в этой ситуации? Безусловно, нужно. Безусловно, нужно. Мы всегда говорим, что иммунитет должен быть подстегнутый. И, к сожалению, коронавирусная инфекция относится к тем инфекциям, которые не дают нам стойкого иммунитета ни после перенесенного заболевания, ни после того, как мы получили одну прививку. Поэтому подстегивать иммунитет и держать его в активной такой фазе обязательно нужно. Но прежде чем проводить вакцинацию и ревакцинацию, нужно обязательно прийти к врачу, посоветоваться с ним и принять совместно с врачом разумное лечение по сохранению своего здоровья и жизни. Вот если актуализировать на сегодняшний день, на сегодняшнюю повестку информационную, владельцы бизнеса многих регионов России просят об отмене оставшихся антиковидных ограничений. Как вы к этому относитесь на примере области? Смотрите, у нас антиковидные ограничения прописаны в нескольких документах. Первое – это постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, которое определяет ношение масок в транспорте и в общественных местах. Второе – это проведение дезинфекционных мероприятий. Это определяет санитарные правила по профилактике коронавирусной инфекции. Опять же, это федеральное законодательство. И рекомендации Роспотребнадзора к бизнесу для того, чтобы снизить эпидемиологические риски. Поэтому я думаю, что ко всем этим документам нужно прислушиваться. И практика показывает, что именно выполняя предложения и рекомендации Роспотребнадзора, мы справляемся с этой инфекцией меньшими потерями, чем они могли бы быть. Главный вопрос, конечно, в отношении масок. В ближайшее время отмены этого режима нас не ждет. Нас не ждет. Хорошо. Ну, еще один важный вопрос. Мы уже практически все имеем опыт перенесенного ковид-19. Все по-разному его переносили. И, конечно же, как это отразилось на здоровье людей. Вот так называемый хвост от ковида. Что это такое? Когда это проходит? Как это вообще вылечено? Ковид-лонг, так называемый, или хвост после коронавирусной инфекции, это еще далеко не изученное симптомы заболевания, которые развиваются у людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Наиболее такое яркое, которое мы уже сейчас видим, и чаще всего эти жалобы возникают, это на то, что у человека никак не может восстановиться вкус и запах. И это очень длительно. Я знаю людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию в 2020 году, но до сих пор запах у них не вернулся. Это различная неврологическая симптоматика, это утомляемость, это сонливость, это потеря памяти. Очень часто люди жалуются на потерю памяти, на то, что они не могут никак вспомнить слова. Внезапная потеря памяти. Да, внезапная. То есть ты начинаешь говорить, и понимаешь, что ты не можешь составить слова так, как это необходимо составить. Вот жалуюсь. Это обострение различных хронических инфекций, о которых вы даже и, может быть, различных хронических заболеваниях, о которых вы даже и не представляли, что такие у вас есть. Безусловно, это опосредовать уже последующие изменения и ухудшения сердечно-сосудистой системы. И очень часто эти люди потом жалуются на нарушение сердечного ритма, они оказываются уже в соматических стационарах, где лечат у нас сердечно-сосудистые заболевания. Это и ишемические боли сердца, это и различные инсульты, то есть которые могут быть также в период после перенесенной коронавирусной. А вот это страшно. То есть всем, кто переболел COVID-19, мы что советуем? Мы советуем пройти соответствующую диспансеризацию, потому что очень важно пройти не просто визуальный осмотр, но и пройти соответствующие исследования, которые позволят врачам, но и нам самим, выявить те болевые точки, на которые указала коронавирусная. У нас в гостях сегодня была главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура. Спасибо, что пришли и с днем здоровья вас! С днем здоровья вас!